Крупный план Ни активных, ни каких-то еще чувств То есть как бы все, работа уже во все идет И я думаю, что вот начнем мы сегодняшнюю нашу встречу С события, которое произошло буквально в середине мая Я увидел у вас на сайте Появился отчет о деятельности фонда за 2018 год Хочу объяснить, почему я считаю это важным Потому что отдельные показатели работы фонда Они появлялись в начале года Уже где-то озвучивались А цифры, эта штука хитрая Назвали цифру, например, 75% А что эти 75%? Это хорошо, это плохо, это мало или много? Начинаются различные комментарии Ну, вот когда цифра взята в отрыве от остальных Это всегда так Отчет, он дает полную картину работы фонда За прошлый год Это очень большой документ, я посмотрел Документ довольно-таки такой серьезный На что бы стоило, наверное, обратить внимание В этом отчете людям, которые начнут его читать? Ну, я два слова буквально скажу Что этот отчет не просто так Он размещается в соответствии с законом Кировской области И размещается, готовится ежегодно Не позднее, 1 мая И что он включает? Это отчет о деятельности фонда за прошедший год Годовую бухгалтерскую финансовую отчетность Отчет об использовании имущества фонда И аудиторское заключение Подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности Я говорю, что это очень серьезный и объемистый документ получается И разобраться в некоторых вот из этих документов, которые вы сказали Вот непосвященному человеку довольно сложно Ну, на самом деле там есть оглавление В принципе, кому что интересно, они легко найдут В первую очередь Там можно увидеть объем средств Который израсходован как на реализацию программы капитального ремонта Так и административно-хозяйственные расходы фонда Это тоже момент, о котором любят поговорить Да, вот что сидит такой фонд И проедает, так сказать, наши денежки Здесь можно это конкретно увидеть Да, все конкретно увидеть Даже увидеть по статьям, куда оно израсходовано И в принципе, любой человек, он может разобраться То есть, ничего сложного нет В том числе, в отчете также есть информация и о других Как бы это и претензионная работа И о начислениях, о том, сколько собрано средств На капитальный ремонт В принципе, все основное там есть Где можно увидеть этот отчет? Этот отчет Ну, во-первых, он 8 мая был утвержден советом фонда В соответствии с полномоченными Предусмотренным уставом фонда И этот отчет вместе с аудиторским заключением Он размещен на официальном сайте фонда В разделе о фонде отчетность Это fkr43.ru Да, да, fkr43.ru То есть, там можно зайти, любой человек Можно зайти и его посмотреть Да, любой человек Ну, я еще добавлю, что там отчет не только за 2018 год И за предыдущие годы Можно посмотреть даже динамику Ну, я думаю, что как раз вот динамику Вот посмотреть, сравнивая отчеты, довольно сложно Но вот вы, как человек работающий, наверное, может на какие-то отдельные цифры из этого отчета Обратите внимание вот сейчас Чтобы показать динамику Чтобы вот те же самые 75% было понятно, что это такое Я имею в виду цифру по выполнению годового плана, скажем, да? Правильно я назвал? Да, можно увидеть, что претензионная работа, она выросла Увеличилась работа с обращениями граждан Увеличилась, значит, объем использования средств Ну, и количество домов Ну, собственно говоря, все эти основные цифры можно увидеть Что касается, ну, если брать 2018 год То 76% это, ну, хорошая цифра Да, это не 100%, но если сравнивать с предыдущими годами То есть в 2015 году на 17% был выполнен план Это самый первый год был работы фонда В 2016 году 32%, в 2017-м 68% и вот за 2018 год 75,6% То есть динамический ряд очень впечатляющий получается Да, динамический ряд впечатляет Если непосредственно в количестве домов Это был произведен ремонт в 574 многоквартирных домах Это в 2018 году? Да, в 2018 году, в том числе 34 дома, которые находятся на спецсчетах У нас в план входят дома, которые находятся на спецсчетах Спецсчета – это те счета, которые люди ведут как бы сами Да, где собственники самостоятельно То есть они не перечисляют деньги фонда, они сами собирают их, сами их используют Да, они сами и занимаются и подготовкой, и организацией подготовки квитанции И учетом, и расходом То есть самостоятельно определяют вид работ, какой им нужен в данный период ремонтировать И определяют подрядную организацию Ну, все самостоятельно, они выполняют функции заказчика То есть полностью Вопрос еще вот такой возникает Опять же, если сравнивать с предыдущими годами число домов, которые пользуются спецсчетом, оно растет? Да, это число растет Оно растет, в настоящий момент у нас на спецсчете это 10% примерно на квартирных домов То есть оно немного, но растет каждый год То есть вот за прошедший год примерно на 2% выросло И тенденция увеличивается И еще вопрос, вот такая цифра, которая тоже вот обычно часто фигурирует Это вопрос о собираемости платы Изначально, насколько я помню, вот в первые годы работы фонда эта цифра была не очень высока Ну, сегодня у нас, если рассматривать непосредственно 18-й год То у нас собираемость примерно 90% средняя То есть это, если рассматривать в целом с начала реализации То с учетом предыдущих лет это 85% Но за 18-й год это 90 копейкам и около 91% Ну, в принципе, это неплохая собираемость Но ведь есть же фонды, работающие в других регионах, можно же сравнить Вот, например, на фоне других, вот эта цифра 90 там с небольшим процентом Ну, в разных регионах ситуация по-разному, наверное, зависит от самого региона От его расположения Ну, допустим, регионы у нас, Кавказские, там вообще низкая собираемость традиционная Но ближе к центру собираемость, она выше, разумеется Но мы находимся в серединке, то есть у нас, в принципе, неплохая собираемость И в последние годы, ну, именно возросла ответственность собственников То есть уровень собираемости увеличился То есть собственники, они и оплачивают и старые долги, плюс мы их взыскиваем Также у нас работает механизм рассрочки задолженности То есть мы предоставляем рассрочку задолженности И если это задолженность, более 5 тысяч рублей То есть такой вариант есть, что если человек в прежние периоды задолжал определенную сумму Да, задолжал, то мы можем написать заявление на рассрочку, да? Да И еще вопрос такой Связано ли вот это повышение, рост повышения собираемости с тем, что люди видят реальную отдачу от своих денег Что фонд конкретно работает и делает вот это, вот это, вот эту свою обязанность выполняет Как вы думаете? Ну, я думаю, в любом случае видят люди То есть, да, где-то есть замечания, но тем не менее Люди видят те дома, ну, отремонтированные крыши, фасады И, ну, видят информацию в СМИ Не только нас критикуют, есть и положительные отзывы Вот буквально на днях приходили представители Карла Маркса 68 Если мне не изменяет память И очень активные собственники, они пока шел ремонт Очень часто с нами общались, очень много замечаний было Но по итогу они нам написали благодарность Благодарность За проделанную работу, то есть, потому что люди реально увидели, что у них лучше стала работа система отопления То есть, у них различные инженерные системы стали нормально функционировать Ну, примерно такая же ситуация Жилой дом Карла Маркса 20 Там был выполнен вообще комплексный ремонт Все виды ремонта были сделаны за исключением системы газоснабжения Аналогично собственники нам написали благодарность И мы тоже отражали эту информацию на сайте И, в принципе, люди видят, когда программа начиналась, были сомнения И по достаточности выполненных работ И вообще об этом новом начинании с недоверием было отношение Ну, сегодня, естественно, доверие растет Но мне кажется, вместе с ростом доверия растет и какая-то требовательность у людей Потому что, если, скажем, в 2015-2016 году многие вообще не верили, что будет какой-то капитальный ремонт Что-то сделали и спасибо Ну, или там поворчали Сейчас, мне кажется, у людей, вот они уже понимают, что ремонт будет, ремонт будет И возникают требования уже по качеству этого ремонта Есть такое вот по отношению к вашему? Безусловно, есть То есть, вместе вот с пониманием процессов, то есть оплаты, выполнения работы Естественно, люди хотят видеть отдачу от своих средств, вложенных в капитальный ремонт То есть, у нас возросло количество заявлений, обращений граждан Они реагируют более часто То есть, пишут о замечаниях, помогают нам То есть, если есть там замечания к работе подрядчика, реагируют, нам сообщают Потому что иногда мы не все можем увидеть Также работают в квартирах Ну и люди больше стали интересоваться То есть, у нас возрос такой механизм, как зачет Зачет это что? Ну, это когда собственники какие-то работы самостоятельно собирают деньги, выполняют работы, а потом нам предоставляют документы А вы просто зачитываете вот эти затраты в счет взносов, которые были оплатены? В счет взносов, и они, ну, кто-то полгода, кто-то год Потом они не платят То есть, пока вот эти вложенные средства не будут засчитаны в полном объеме То есть, это очень, я считаю, эффективно И вот у нас в 2018 году очень возросло количество таких домов Ну вот А вот на моменте, когда люди, ну, условно говоря, определяют тот объем ремонтных работ, которые должны быть сделаны в доме У них возрастают сейчас требования? Они хотят больше сделать? Да, они хотят делать больше Ну вот, мы, наверное, это видели и на примере лифтов Мы это видим на примере систем теплоснабжения по крышам То есть, как бы, люди интересуются, что должно в состав работ входить Вот как раз именно У них, наверное, свои пожелания возникают Нельзя ли сделать вот что-то еще? Нельзя ли сделать вот такие материалы? Да, именно То есть, безусловно, в ходе работ возникает корректировка документации То есть, изменение объемов И вот на этой стадии очень часто собственники, они просят То есть, ну, какие-то изменения в документацию внести, допустим, там, материал поменять Или объем, допустим, ну, они считают, что им нужно Мы, где это законно разрешено, мы идем всегда навстречу А то есть, есть варианты, когда это просто нельзя сделать по закону? Да, нельзя сделать, допустим, это не относится к этому виду ремонта А, ну, еще тут надо объяснять, что есть капитальный ремонт, что текущий ремонт, это разница Ну, например, ремонт фасада Мы меняем входную группу, но люди хотят еще, допустим, сделать нам скамейки или там деревья Уберите, ну, вот Ну, коли уж пришли, так делайте все хорошо, да? Ну, сейчас таких все меньше и меньше Понимать начинают Вопросов люди начинают понимать Но, к сожалению, они все равно есть А вот та же ситуация с лифтами, она как развивается вот сейчас? Ну, она развивается, во-первых, я, ну, хотел добавить, чтобы вот этот механизм более упорядочить В Кировской области в 2018 году была разработана техническая политика Она, конечно, носит рекомендательный характер для фонда И вообще этот документ, он должен быть Это разработано на уровне министерства? Да, это разработано на уровне министерства То есть свод рекомендаций в работе при подготовке проектной документации и при выполнении работ То есть мы составили перечень обязательных, ну, обязательный состав работ в ходе вида ремонта То есть то, что обязательно должно быть сделано? Да, то, что обязательно мы должны сделать То есть, ну, также там рекомендованные материалы, оборудование, что может применяться Но вообще такой документ, он должен быть федерального уровня И, насколько я знаю, работа над ним ведется Когда он будет принят, это в значительной степени упростит Ну, надо понимать, что это непростой процесс Ну вот, в этом плане мы и дальше продолжаем работать Но вообще ведь законодательство меняется, в том числе и федеральное Появляются какие-то новые статьи, новые какие-то постановления В том числе связанные с контролем работы над подрядчиками, условно говоря Выбора подрядчиков и так далее Это усложняет работу фонда? Ну, то, что в последнее время появляется, оно не усложняет работу фонда Оно, я бы сказал, даже облегчает работу фонда Потому что вообще эти документы, они не просто так появляются То есть они появляются по тем сигналам, по тем предложениям Ну, грубо говоря, снизу вверх То есть уже исходя из опыта, который наработан И идут предложения, там, законодательные инициативы Ну, обращения органов исполнительной власти Да, может, тех же граждан даже Региональных операторов, да И в конечном итоге вносятся изменения То есть какая-то проблема вырисовывается в таком федеральном масштабе И изменяется законодательство, да? Ну, вот, например, механизм, он вступил также в 2018 году Ну, в активную фазу установления возможности завершения работ Также на начальных этапах реализации капитального ремонта Сложности были, когда граждане не допускают к инженерным сетям То есть, ну... Просто в квартиру не пускают, просто говоря Да, и в каком объеме принимать работы И вот федеральный законодатель установил, что, ну, устанавливается факт Соответственно, в Кировской области соответствующее постановление Правительство Кировской области было принято И вот в 2018 году, по крайней мере, стал работать механизм Как нам принимать те работы, когда, ну, невозможно Невозможно выполнить, да, потому что не пускают просто, да? Да, потому что просто не пускают Но и вот таких домов в 2018 году довольно-таки много было Порядка 150 домов, где вот... Где возникали проблемы именно с собственниками жилья Недоступа Но вот в настоящий момент Немножко снизился, приостановился Ну, то есть, люди тоже стали понимать Чем вот это вообще Какие последствия Для них, лично для них Да, для них Обычно люди начинают что-то понимать, когда касается личной Вот даже так же недавно был такой пример Как бы сами граждане приходили на прием Но это было не связано с этим Но они рассказали, вот у нас в доме Мы по капремонту одни стояки мы поменяли И у нас вообще замечательно стало тепло Все работает Рядом соседний подъезд То есть, не поменяли, просто отдельно граждане не пустили Вот сейчас уже люди ощущают разницу То есть, на своей собственной шкуре, как говорится Да, на своей собственной шкуре И мы все-таки взываем, что все-таки, ну, узнавать Программа долгосрочная в свободном доступе Узнавать, когда год ремонта И свой ремонт в квартире тоже планировать Но глядя на программу, чтобы... Ну, очень часто бывает, что просто уже сделали ремонт И мы людей тоже понимаем, что второй раз все это... Ну, сейчас даже на федеральном уровне все стараются делать в комплексе, да? Вот комплексный ремонт дома, да? Так почему бы и жителям самим не подходить к этому комплексно? То есть, тоже не подстраивать свои работы к общему... Этой проблемой мы тоже озаботились по комплексному ремонту И надо признать, что в 2018 году также в этом направлении была проведена работа И новая долгосрочная программа, она была утверждена 1 апреля 2019 года Она уже с новыми критериями переформировалась И она предусматривает с 2020 года, но уже комплексный ремонт Именно проведение комплексного капитального ремонта Комплексного ремонта, да? Если дом попал с ремонтом крыши, то там не только крыша будет делаться Еще и фасад, подвал, фундамент То есть, вот пришли на этот дом работники, все сделали? Снаружи все сделали И забыли, скажем так, чтобы потом не обращаться, доделать Если попадается с инженерной системой, аналогично Все инженерные системы, ну, допустим, связанные с водой Они все будут сделаны То есть, и тепло, вода, водоотведение, тепловой узел Все эти работы, они будут в комплексе сделаны Но это уже с 2020 года будет, да? С 2020 года И на 2020-2021 год, вот недавно, мы направили предложение о капитальном ремонте Собственникам Те дома, которые попали в план 2020-2021 года Именно уже с комплексным подходом И эти предложения, они уже с комплексным подходом Эти предложения были, они, как на нашем фонде Ну, на сайте фонда размещены И также мы их направили Ну, аналогично, как и в 2018 году Мы направили в квитанциях То есть, те люди в квитанциях, которые получили эти предложения Они их могут рассмотреть И общим собранием принять Либо попробовать нести какие-то изменения или улучшения Да Ну, в данной ситуации Собственники должны в течение трех месяцев Рассмотреть и принять На общем собрании Ну, я думаю, учитывая комплексность Тут равнодушных не будет Ну, я думаю, наоборот И как раз вот мы говорили о федеральном Ну, об изменениях федерального законодательства Буквально недавно в жилищный кодекс были внесены изменения Которые теперь обязывают Если собственники не рассмотрели В течение трех месяцев Устанавливают срок Для органов местного самоуправления На принятие за них решения Раньше такой срок не был установлен И отдельные органы местного самоуправления Они очень затягивали этот вопрос А пока Собственники или органы местного самоуправления Не примут решение Мы не имеем права Размещать электронный аукцион Допустим, на подготовку к проекту документации Сейчас законодатель федеральный Установил срок один месяц То есть вот в течение месяца орган местного самоуправления Должен принять Если три месяца Собственники не принимают решения Не собрались За них принимают орган местного самоуправления Уже должен принять решения орган местного самоуправления Да, и мы по крайней мере для себя Теперь точно знаем сроки Когда мы сможем разместить На подготовку документации Это уже норма действует теперь? Эта норма уже вступила в силу Вот уже в девятнадцатом году действует В девятнадцатом году Мы сейчас говорим о таких немножко далеких планах И девятнадцатый год вообще начался Очень хорошо С точки зрения отношения к фонду Потому что вспомните историю с тем Что было решено не повышать размер платы Это довольно-таки редкое событие Вот когда все везде и всюду растет А по фонду было решено Оставить плату на уровне прошлого года Если не ошибаюсь Так? Да, именно так Вот год начался, скажем так С очень позитивного для фонда события Вообще на девятнадцатый год Какие-то интересные планы у фонда Вот на ближайшее уже, скажем, время Ну, у нас планы Мы над ними работаем Ну, я так понял, что вы работаете заранее Мы начали работать еще в том году По планам И если не начать В прошлом году Этот год будет завален Ну, и сегодня Ну, во-первых, план у нас Это 881 дом В области В области И из них 42 Это формируют на спецсчете Сегодня у нас Уже практически 90% домов Выполнены проектные работы Вот из этих вот 800 с лишним домов По 90% уже проведены проектные работы, да? Да, именно так Ведутся по 71 дому Ну, еще готовится проектная документация И сегодня размещены электронные аукционы И по 716 многоквартирных домам Это 2019 год То есть они размещены или уже проведены? Размещены Размещены По 621 заключены договоры на ремонтные работы И по 99 многоквартирным домам работы завершены Уже вот из плана 2019 года Да, уже завершены Да, уже завершены Ну, вот еще что у нас не размещено Ну, такая важная цифра Это лифты на 2019 год Ну, в ближайшее время мы разместим тоже Вот буквально на днях мы приняли документацию Это 44 дома Почти 119 лифтов Это будут размещены Это по плану 2019 года Это в 2019 году? Да То есть вопрос вот с лифтами По 119 домам, да? Правильно? Да, 44 дома 44 дома, 119 лифтов Да, да, да Это в 2019 году Ну, что ж К сожалению, время нашей программы подошло к концу Мы только начали об самым интересном говорить То есть о том, что происходит Спасибо большое, Михаил Алексеевич Удачи в работе Спасибо большое До новых встреч Крупный план